Всем привет, с вами Эвил, и сегодня у нас новогодний мастер-класс. Мы будем делать вот такие венки для кукол, пони или других игрушек. Венок я буду делать за тремя способами, всех их вам покажу. И для первого нам понадобится фольга, можно взять обычную, можно взять от конфеты. У меня от конфеты, и теперь нам надо ее выпрямить. Конечно, можно еще покрасить, но я не стала золотой, тоже очень красиво. Теперь мы берем и сворачиваем по диагонали вот в такую трубочку. Теперь мы ее аккуратно мнем, чтобы зафиксировать. Теперь сворачиваем в кружочек. Теперь аккуратно разворачиваем один край и вставляем туда другой. Для дополнительной фиксации я смазываю клеем ПВА. Теперь пусть подсохнет. А пока у нас есть время, я расскажу немножко про то, что я буду использовать для украшений. Это вот такие бусинки. Они полупрозрачные и маленькие. Вам может показаться, что они такого светлого цвета, но они цвета примерно как вот эта красная крышка. Еще я буду использовать вот такие ленточки. Они обычно используются для упаковки подарков, то есть это не обычные ленточки, которые я пришиваю к кукольным платьям. Они более жесткие и блестящие. У меня они двух цветов. Есть розовый, есть красный. Вы можете использовать цвета, которые вам больше нравятся. Может это фиолетовый или голубой. Ну или какой найдете. И вот подсох наш венок. Чтобы вы хоть как-то ориентировались по размеру, то сейчас я достану линейку. И как видите, мой венок в диаметре примерно 4 см. То есть он небольшой. Но если вы хотите сделать его побольше, то просто изначально возьмите кусочек фольги побольше или же просто склейте два кусочка. Теперь мы берем нашу ленточку, разворачиваем ее, но не отрезаем и разворачиваем примерно на 30 см. Теперь берем один край и заворачиваем его в наше колечко, так скажем. И делаем так по всему венку. И вот так у меня получилось. И теперь из концов мы завязываем бантик. И в принципе этот венок готов. Осталось только отрезать ненужный край. Вот и все. Тора, что такое? Я не хочу его доделывать. Но почему? Да он странный какой-то получился. Тора, все уникальны, давай повесим его у тебя в комнате. Если хочешь, можешь повесить у себя. Зачем мне в моей комнате твой венок? Но тебе же он нравится. Давай лучше повесим на кухне. Ну ладно. И для фиксации можем закрепить клеем. И вот готов наш первый способ. А для второго способа нам понадобится отрезанная веточка можжевельника или другого растения, которое еще долго будет зеленым. Мне понадобится сантиметров 16-17 для того, чтобы по размеру получился как предыдущий. Теперь мы берем нашу веточку и скручиваем в колечко. Далее закрепляю заколочкой. Теперь нам понадобятся нитки, желательно зеленые, но можно взять и белые. Заматываем, отрезаем сантиметров 30 и начинаем наматывать рядом с заколочкой. Наматываем почти так же, как и ленточку, только на одном месте. Хочу обратить ваше внимание, что заколочку мы потом снимем, а наша ниточка, она должна будет держать наш кружочек. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы под ниточку попадали обе части нашего колечка. И примерно так должно получиться. Мы наматываем так раз 10 и теперь мы завязываем на 2 узелка. Должно получиться очень крепко. И наш узелок мы смазываем клеем. И когда клей высох, мы наконец-то можем снять нашу заколочку. И как видим, наше колечко не распалось, а значит мы все правильно делаем. Теперь вот эти ниточки мы не обрезаем. Нам они еще понадобятся. Теперь мы берем бусинки. Нам надо 2 штучки, так как ниточки у нас тоже 2. И надеваем наши бусинки на ниточки, примерно на середину. Теперь завязываем узелок прямо на бусинке. И завязываем еще один узелок. То же самое делаем и со второй ниточкой. Теперь лишние края мы обрезаем. И у нас выходят вот такие висюльки. Ииии! Теперь нам понадобится ленточка. В принципе мы делаем все то же самое, что и с предыдущим венком. Мы отмеряем примерно 30 см, но не отрезаем. И обматываем по всей длине нашу ленточку вокруг венка. Музыка. 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 И когда мы все обмотали, мы берем концы и связываем их тоже в бантик. В этот раз я буду делать это сверху. В прошлый раз бантик был снизу. И точно так же мы отрезаем лишнее. И вот такой второй венок у нас получился. Музыка. Я буду склеивать. Вообще, изначально это использовалось как фон, то есть я склеила три листа распечатанной травы. Вы же можете просто склеить цветную бумагу. Теперь мы берем ножницы и отрезаем четыре полоски длиной 30 см и шириной 1 см. Если у вас бумага двухсторонняя, то вы делаете ширину 5 мм. Сейчас мы склеиваем две полоски в длину, чтобы получилось 60 см. И затем вот так загибаем в два раза, если у вас бумага не двухсторонняя. У меня не двухсторонняя, поэтому я загибаю. Как видите, я уже загнула, и сейчас мы все это промазываем клеем. И теперь склеиваем. Если у вас бумага двухсторонняя, вы можете этого не делать. С двумя другими полосками мы повторяем все то же самое. Но и у нас должно получиться две больших полоски. Мы их между собой не склеиваем, и сейчас покажу, что мы делаем. Ложим их крест-накрест. Желательно, чтобы и сверху, и снизу, и справа, и слева было по 30 см. То есть, чтобы было ровно, посрединке все. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем ту полоску, которая ниже, как видим, это у нас, которая право и лево, и поднимаем ее наверх. Немного прижимаем. И теперь мы ложим эту часть на бок и берем вторую полосочку. Точно так же складываем и прижимаем. Теперь, когда у нас получился такой замочек, мы распределяем две полосочки вот таким образом. Теперь мы будем плести. Берем верхнюю полосочку и загибаем к нижней. Вот так. Теперь мы берем нижнюю и загибаем наверх. То есть, меняем их местами. Теперь берем правую, загибаем влево. И теперь берем левую и загибаем вправо. И так, повторяем еще. То есть, опять поднимаем. Верхняя к нижней, нижняя к верхней. Правая, левая. Верхняя. Нижняя. Правая. Левая. И опять верхняя и нижняя и так далее. И вот так это у нас должно получиться. То есть, это такая пружинка, сплетенная из бумажечки. И мы должны ее доплести до самого конца, чтобы у нас осталось буквально чуть-чуть. Мы опять загибаем верхняя, нижняя, правая, левая. И теперь мы будем приклеивать. Наносим клей и приклеиваем верхнюю. Теперь наносим клей и приклеиваем нижнюю. Теперь правая и левая. И теперь приклеиваем кончики. Верхняя, нижняя. Правая, левая. Хорошо прижимаем и разворачиваем нашу плетню. Теперь загибаем ее в колечко и приклеиваем. Ну вот, в принципе, и весь третий способ. Я вам показывать, как я буду обворачивать эту ленточку и не буду. Но, в принципе, вы можете это сделать сами. Так как в прошлый раз мы все это делали. Я имею в виду в предыдущих способах. Ну, в общем-то, и все, наверное. Можно еще украсить бусинками. Можно не украшать. Мне нравится так. Ну и, в общем-то, вот и весь мастер-класс. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы успеете сделать венки. До Нового года. С вами была Эвил. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok